Весной 68-го года начался первый серийный выпуск автобусов ЛИАЗ-677. С тех пор эта модель устарела и по техническим характеристикам, и морально. Но в Солнечногорске эти ветераны до сих пор еще продолжали работать. Лишь недавно на смену пришли мощные, вместительные и более комфортабельные ЛИАЗ-5256. За последние три месяца в Солнечногорское ПАТП поступило 13 новых автобусов, модели ЛИАЗ-5256. Семь автобусов будут курсировать по пригородным маршрутам. Это так называемые мягкие автобусы. Они рассчитаны на 46 сидячих посадочных мест, а в общей сложности могут перевозить до 93 пассажиров. Другая половина поступивших ЛИАЗов предназначена для перевозок в черте города. Это более вместительные, но менее комфортные автобусы городского типа. По словам директора Солнечногорского автотранспортного предприятия, до конца октября ПАТП должно получить еще одну партию новых автобусов, модели ЛИАЗ-5256. У нас осталось где-то семь транспортных единиц. Вот мы где-то до конца октября месяца получаем еще семь новых автобусов. И эти автобусы полностью сойдут с маршрутной сети нашего Солнечногорского района. Их просто не будет. Двигатель автобуса, а также коробка передач, мосты и электрика импортного производства. Из отечественной сборки только кузов, сидения и стеклопакеты. Очень хорошие автобусы. Кондуктором хорошо работать и пассажирам тоже хорошо. Чем они отличаются, например, от старых этих вот язек? Ой, чем они отличаются? Всем они отличаются. И посадка хорошая, и звукоизоляция совсем другая, и вообще шикарная. Пассажиры остались довольны новыми автобусами. Но в свете последних событий, связанных с повышением мировых цен на нефть, опасаются повышения тарифов на проезд. Директор Солнечногорского ПАТП поспешил успокоить горожан. Сразу могу заверить уважаемых слушателей, и вас в том числе, что повышение горючей цен на горючей смазочные материалы значит никак не отразиться на ближайшее время, по крайней мере, на повышение цен на билеты. Как говорит Владимир Логинов, увеличение транспортного налога тоже не отразится на стоимости проезда в автобусах. На этот вид транспорт-налог пока не распространяется.